Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня у нас новый формат передачи, который мы ведем на интернет-телевидении Чикаго. И сегодня у нас на связи в центре Сангейтс. Вы видите на экране экстрасенс, парапсихолог, гадалка, можно сказать, Елена Порецкая. Меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра Сангейтс. И мы начинаем нашу программу. Программа транслируется, живая трансляция сейчас идет, не только трансляция, которую мы видим на экране, Елену, видите меня, но она также транслируется в YouTube. И это такой формат, мы будем, по всей вероятности, продолжать. Дорогие друзья, если у вас есть какие-то пожелания, замечания, предложения, мы будем очень рады вас слышать. Интернет-телевидение Чикаго. У нас также есть скайп, если вы захотите, поскольку мы находимся в центре Сангейтс. Это Сангейтс 1.08, солнечный оборот, на конце буква С. Вы можете оставить свои замечания, предложения, замечания, повторяю, в YouTube. Программа записывается, потом она будет обрабатываться, выкладываться, и на Facebook. Параллельно это будет идти. А также у нас есть специально для пользователей, которые проживают на территории СНГ, постсоветского пространства, ВКонтактах. Там эта также программа будет выложена, и вы можете с ней ознакомиться. Ну, а сейчас мы начинаем нашу программу. И, Елена, рад приветствовать тебя в эфире нашего телевидения Сангейтс-центра и телевидения Чикаго. Привет, Майкл! Привет, Чикаго! Дорогие друзья, мы договорились о том, что мы сегодня будем говорить об очень, такой, скажем, одиозной фигуре, очень противоречивой фигуре, которой сегодня уже давно с нами нет. Эту фигуру, будем так называть, звали Григорий Распутин. Очень необычно, очень интересно, и существует огромное количество версий предположений о их жизни Распутина, Григория Распутина, и его также смерти. Ну, совсем недавно, не знаю, кто отмечал, кто не отмечал, но, тем не менее, совсем недавно был, так сказать, его, дата его рождения, 21 января, правильно, Елена? Да. 21 января. Ну, давайте мы поговорим. Я тоже когда-то делал программу у нас на Сангейтс-радио. Вот. Ну, сейчас давайте вы нам расскажете то, что вы хотели рассказать. Ну, соответственно, 21 января был день рождения Григория Распутина, и этот день рождения, по сути, символичен еще тем, что 2017 год является 100-летним революцией, да, в России, которая, по сути, явилась передными переменами для всего мира, а не только для России тогда, да? Вот. Естественно, почему я хотела поговорить про Распутина, буквально на днях я, буквально 21 я перепостила тему эту у себя в ВКонтакте, как бы душа Распутина еще не переродилась, то есть он так же и мается, как говорится, над Россией. Какая-то взаимосвязь у этого человека произошла уже в годы после смерти, соответственно, с ответственной личностью Ленина. Не секрет, что Ленин умер как раз 21 января, да? Ленин умер... Тоже является символикой определенной. Вот. И, естественно, как бы данные события сегодняшнего времени, 2017 года, как-то отражаются на том, что вот этот человек все-таки присутствует над Россией своим беспокойством о том, чтобы не произошло какого-то страшного события. Ну, это с одной стороны, мне кажется, Ленин родился 21, 20 января, нет? 21 января он родился, а Ленин умер 21 января тоже. Окей. Елена, ну, поскольку это все-таки было не во времена Ленина, а во времена царя, давайте мы поговорим все-таки, как вы считаете с точки зрения парапсихологии, с точки зрения, ну, может быть, ясновидения. Ну, приписывали, но это действительно была правда, у него очень серьезные целительные, целительские качества были. У Распутина, то есть он буквально там видел насквозь людей и, соответственным образом, каким-то магическим воздействием и сына царя он вылечил на самом деле, причем болезнь была, ну, чуть ли не смертельная, это мы тоже знаем, да и, в общем-то, жену царя он, ну, многих людей он исцелял. Каким образом? Ну, во-первых, надо сказать, что у него, я тоже анализировала про него, вот очень много смотрела, я анализировала его душу, да, то есть этот человек обладал прирожденным даром прорицания и целительства. Просто в какой-то период жизни у него это произошло как открытие дара. В какой-то степени ему сельчане, где он жил, в деревне, да, вот его не особо верили, то есть была какая-то насмешка, может быть, и первый принцип его выброса энергии, это когда все село там задарело, да, что, кстати, очень многих поразило, и все подумали, что он отомстил таким образом. На самом деле он впал в определенное состояние, сначала он бегал по СИУ, кричал, что всем надо грехи отпустить, а потом, значит, соответственно, впал в определенное трансовое состояние. У Ольфа Мессинга это было состояние каталепсии, то есть как сон такой небольшой, да, вот, и в этот момент, как бы, я думаю, что он имел выход, то есть определенный выход из тела. То есть у Распутина была очень мощная энергетика, помимо физической силы, и он обладал очень сильным гипнозом, и когда он бродил по России, соответственно, нарабатывая этот опыт, он научился этим очень хорошо полить. Я допускаю, что он ходил на такие пласты, которые повели, как обычно вид, безнавидящего в его информации, да, и около царя он оказался именно как бы с благой мыслью, а не тем, чтобы попиариться, да, как бы. По моим ощущениям, этот человек хотел на тот момент спасти Россию от чего-то страшного, что он чувствовал. И если взять его предсказание, что о его же смерти, и он говорил, что если его убьют дворяне, соответственно, нам уголе будет литься дворянская кровь, а если крестьяне, то, что-то, где, знаете, как можно, не будет самого страшного, то есть все как бы более будет качественно. То есть в любом случае он ждал, что его убьют, он чувствовал это, как бы смерть за ним шла. Насчет лечения царевича. У царевича была гимуфиле, когда кровь не остановляется, когда родовый негатив, как бы царевич нес на себе некое проклятие царского рода, как бы, да. А с чем, простите, оно было связано, по вашему мнению? Я, вот, насколько просматриваю царей, как бы наших, да, вот, российских, больше всего я связываю это с тем, что неправильно была постановка по отношению к народу, к самому, и некие проклятия от простых людей все-таки достигали и царей, и их поколения, да, ой, как это, детей, да. И я в какой-то степени еще это связываю с царевичем Алексеем, с сыном Петра, которого Петр, собственно, ручно, как бы, казнил, ведь он же, по сути, не нес никакой, так бы, нагрузки, он просто шел по воле, как бы, именно веря в Бога, да, достаточно истинно, он был немножко не от мира сего, и, возможно, казнить этого человека нельзя было Петру Первому, потому что именно на Атыбе, насколько вот я читала все это, он каким-то образом и проклял весь род, сказки. Ну, и, по сути, в качестве царевича Алексея, возможно, и была его реинкарнация, что также очень хорошо. Какое-то повторение этих двух царевичей очень символичных тоже. Ну, тем не менее, он оказывал очень большое влияние на жизнь в России, на политическую, в том числе, жизнь, и, естественно, большое влияние, в особенности большое влияние он оказывал на жену царя. На царицу, да. На царицу. Здесь можно очень много противоречий. Сторонники Распутина, экстрасенсорики, говорят в плюс ему, те, кто противники, создают фильмы, что он был шарлатан. Я считаю, что он был, по сути, самоучка, целитель самоучка, обладающий колоссальной силой сознания, умеющей формировать какие-то события и даже убивать людей, если вдруг они были ему неугодны, как произошло со Столыпиным. Столыпин его не воспринял и, по сути, тем самым пытался под него копать. Тем самым он против себя настроил энергию Распутина не очень качественно. Опять же, тут идет аналогия, что слово Распутин, фамилия Распутина, это как бы некая Распутица, как бы на Распутие, то есть некий человек, который несет какую-то дьявольскую силу, как бы она в нем была. Но все равно я считаю, что он человек от Бога, потому что он как таковой все-таки нес Божье слово, хоть он и не был там иноком, там монахом, ну как это, прикормленным в церкви, он был свободным, да? Но он опять же от божественных заповедей не отклонялся. Еще все-таки я сторонник, что вот я тоже сегодня просматривала про его фильм, вот говорили, что он очень сексуально адвокатен в ЛПС, но да, у него очень сильная сексуальная энергия присутствовала, и все-таки я склоняюсь к тысуле, что он не доводил каких-то отношений до конца, он все делал на уровне флирта, как бы подпитываясь от энергии многих женщин, даже мужчин, то есть умея влиять и забирать эту энергию, но при этом не совсем ложась в постель, в чем его, кстати, обвиняют, потому что на самом деле как бы реальные сексуальные отношения так по уровню экстрасенса, они будут только забирать в него энергию, поэтому он такие вещи делал очень выборочно, к моим от ощущениям, хотя слухи о нем ходили как желтая пресса того времени, естественно, сами понимаете, с кем заметили, про того и сказали, из-за чего, кстати, и убил его, настроен он мужем женщины, которая ему была симпатична, ведь уже все, с этим тоже связывало, женщины, да? Вы имеете в виду Юсупова? Да, я имею в виду Юсупова, потому что там хорошо очень настроен самого мужа этой женщины, который и сыграл, по сути, отзывы, как его убийство. Но тут существует несколько гипотез, на самом деле, одна самая такая гипотеза, известная о том, что действительно его убил Юсупов, по причинам, ну вот сейчас вы озвучили одну причину, там были и другие причины, но была ли это действительно причина, что именно Юсупов его убил, потому что пытались его отравить, ему влили там какую-то совершенно смертельную дозу яда, почему он не он, да? Я думаю, что тут неважно, кто стрелял, важно, что Юсупов присутствовал, и он был человеком, которому Григорий верил. Проблема была в том, что он в последние годы был очень недоверчив к определенному ряду людей, он чувствовал за собой смерть, и Юсупов как бы более располагал к себе, он ему верил в чем-то, и вот тут вот он ошибся, как бы, его убивали несколько человек, ну, помимо яда спиртного, подлитого спиртного. Ну да, и помимо того, что в него столько расстреляли, и были смертельные раны, но каким-то образом он все равно жил, и его, вообще-то говоря, утопили. Он бы выжил, кстати, он бы выжил, он очень энергетически умел восстанавливаться. Дело в том, что он все время боялся воды, как бы ему то ли снилось, то ли что-то, он все время, ему снилось, что он как будто бы тонет. Вот это вот состояние он, соответственно, все время отпускал, отгоняя. То есть здесь произошла у него материализация его же спирта от того, чего он боялся. Он утонул, и когда тело вытащили и проводили обследование как вот посмертное, то именно посмотрели, что он умер не от ран и яда, он умер от того, что легкий заполнил вода. Да, утонул, иными словами. Да, то, что он боялся, то у него и произошло. Опять же, это была очень и очень холодная вода, но опять же, это все, так сказать, гипотезы. Как Вы объясните тот факт, что обладая такими незаурядными качествами, экстрасенсорными, магическими качествами, он все-таки не уловил того момента о том, что вот тот самый Юсупов строит козни, будем так говорить. Скажу, почему. Дело в том, что такие люди, как бы, тем более, поднялся достаточно высоко. Мало того, он, когда принимал свою квартиру, где он был, жил в Санкт-Петербурге, где он принимал людей, которые к нему приходили, там же, по сути, не закрывалась дверь. То есть, люди его просили, приходили просители, и он за них писал письма, он выполнял какие-то просьбы простых людей прежде всего. То есть, по сути, он делал благотворительность какую-то, вот в чем дело. Он не брал старей, особых денег за свою работу. То есть, для него это было служение какое-то для России. И здесь, на этом этапе, обычно человек, который поднимается на такой уровень, человек, у которого сбываются определенные предсказания, человек начинает абсолютно верить в то, что он говорит. И здесь вот существует ловушка для экстрасенсов, потому что человек, не умеющий перестроить эту систему, он автоматически подпадает в ловушку собственных предсказаний, с которых он выбраться не может. когда-то им предсказанная самому себе смерть, его страх уйти от воды, его ощущение недоброжелательства, неумение, может быть, снимать и отводить от себя злых людей, то есть, он абсолютно многим верил, да, как бы пропустание через себя тяжелого негатива регулярно, да, он снимал на себя, то есть, он его перерабатывал, к сожалению. То есть, здесь все соединилось в этом состоянии и плюс, я подозреваю, что те, кто хотел убить царя и царский режим, им надо было прежде всего брать Распутина и секрет, что существовал человек с английской разведки, который, по сути, это все дело тоже курировал убийство Распутина. То есть, Распутин, это был экстрасенс, если бы он остался в жертв, то революции такой бы не было, произошло бы мягкое смена режима, то есть, допустим, царь бы остался, но произошло бы что-то по-другому. То есть, не было бы потери настолько жизней и христианских и порядок, которые произошло после смерти Распутина. То есть, я считаю, что он защищал Россию и что сейчас тоже и происходит в каждой стране и свои пропсихологи экстрасенсы, которые несут на курс по на себе защиту своего государства. Ну, естественно, они не афишируются нигде. Ну, нет. Если кто афишируется и кто откровенную позицию занимает, есть люди, которые работают с Куэльци, Есть люди, которые работают в штате высоких людей, но есть люди, которые в свободном полюте работают, держат определенные позиции. То есть, абсолютно сейчас большее количество экстрасенсов, которые миротворцы, и эти люди держат, по сути, энергетически многие позиции, отводя негатив от всего мира, не только от стран своих. Все взаимосвязано же у нас сейчас. Ну, да. Более того, у нас уже и страны очень серьезно связаны с помощью интернета, можно войти в базу данных любой страны, там говорят. Дорогие друзья, я хочу напомнить о том, что мы беседуем с Еленой Преской, экстрасенс, парапсихолог, ясновидящая и обладающая очень серьезной экстрасенсорикой, что она уже доказала. Мы находимся сейчас в центре Сангейтс, интернет-телевидение Чикаго ведет эту передачу. Меня зовут Майкл Мелехов. Ну, и этот сегмент нашей программы мы должны закончить, но у нас есть еще следующий сегмент, раз уже Елена Порецкая с нами на связи, то мы продолжим буквально через несколько минут не уходить. Академия Субтитры создавал DimaTorzok